Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по-другому рыбе. Рыбитушки подъехали к очередной кормилице и зацените какие подушечки тут лежат топовые. Это в гаражном, ребят, для дивана. Смотрите, они такие мягенькие, такие приятные. И вроде бы не вижу следов от клопов. Кровяных этих пятен нету. Мы это для дивана возьмем, мякиши эти под спину. Да это просто капля чего-то там. А кто это мяукает? Кто мяукает? Кс-кс-кс. А кто-то тут замяукал. Кс-кс-кс. Или мне показалось. Ладно, неважно, ребятки, ну посмотрите на эти мякиши. Это для спины будет очень приятно сидеть теперь в гараже. Когда приедем в гараж, я их поставлю, вы увидите, как это круто. И вот это опасный аккумулятор, нам надо выкинуть нахер. Сегодня, кстати, 13 мая. Ровно год назад у меня сгорел гараж. И в честь этого выкину опасный аккумулятор. Кстати, из-за подобного аккумулятора гараж у меня сгорел. Так, ну покормилицы, что-то тут какой-то голят. Всякие досточки лежат, ничего интересного. О, там, чувак, там какая-то коробка. В желтом пакете коробка какая-то. Смотри. Выкидывай. Ой, бля, крокодил ебаный. Подписчики? Мы только выехали. Все, подписчик вы? Нет. В тиктоке видели? Нет, просто, блядь, таких, как ты, знаешь, сколько лет. Нет, я же самый главный расхититель помоек в России. У меня на ютубе больше миллиона подписчиков. Да, значит, про тебя говорили. Да. В прошлом году в той стороне тоже помуренный парень такой, полный. Я недавно, типа, начал. Ну и то он, говорю, 50 у него подписчиков. А, не, я не знаю. Штрейбух. Да, ну я понял, для этих пишет он Штрейбух. Да, 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 да. Но это не я пишу. Это нас мусоровозчик знает, представляете, блин. Вот конкурент, вот этот падла. Ну ладно. Мужик нормальный. Ну что ж поделаешь, работа у него такая. Находки у нас забирать. Кормилицы мои доить. Вот это он официально их сдаивает. А я так, беру чисто такое. Все по кусочкам, по мелочевочке забираю. А он все основное забирает на свалку. Вот там ботиночки. Ботиночки сюда. Кожаные. Дольче Габбана? Они, не Дольче Габбана. Просто тут Д и С, я думал, Дольче Габбана. Как будто это кто-то вышел сам. Ручная работа. Но они целые, берем. Это кожа натуральная прям чувствуется. Рублей за 400-300 продадим. А здесь чего? Что тут, как обычно, одна залупа. Да и тут кто-то, блин, уже побывал. Кто-то вздоил кормилицу. Ну и что там? Дай посмотрю. Дай я залутаю. Нет, дай я его. Я его дошел. Да мне похуй. Аккуратно поделай. Мне похуй. Ты нашел. А я однорукий. Дай мне насладиться. О, очки для зрения. Газовый баллон. На барахолку возьмем. Тут коробка от Луи Витон. Нормально. Тут квартиры, блин, мажоров, походу, коробочка. Газовый баллон. Луи Витон. О, шампунь. Тебе газовый баллон, а мне вот это. Ваш персональный интимный гель на водной основе. Так это то, что мне надо. Сплеск эмоций. Интимный гель у ребятки. Это удовольствие. Это жизнь. Детя-нядя. А что это смазывать-то? Указание поиспользую. Смазать, где необходимо. Насладиться, повторить. Насладиться, повторить. Ох. Я уже чувствую наслаждение. Убери мне в рюкзак. Это смазочка, ребят. Какой тюбичек. Это дорогая тема по-любому. Засунь меня в рюкзак. А то я забуду, знаю, блин. Вот это находки все в кучу сваливаем. А по-моему, что-то если я себе хотел забрать, так это уже не забираю, потому что все там в гараже в куче лежит. Нормальная помоечка. Вот эта смазочку дала. И кожаные ботиночки, кепочку. И там очки по мелочи всякая залупа. О, нифига себе, какая стоечка. Это вешалка. Вешалка тяжелая, такая мощная. Крутая вешалка была. Или хз что, но крутая. Что это? Не вешалка? Что это? Смотрите, как она весит. Вешалка. Ну и так хорошая вешалка и должна столько весить. Ладно, не важно, что это. Но это металлолом, короче. Зацените, что нашли. Вот там стояло, мы сразу не заметили. Короче, соляра или... Не подойдет, Дим. Это соляра или бензин? Мы не понимаем, что. Ну в любом случае заберем в гараж, там что-то отмывать пригодится. Вот 5 литров и тут где-то 2 литра. 7 литров соляра или бензина. Дима сейчас ищет пробку для этой баклажки, чтобы ее закрутить. Крышка узенькая. Вот, да, да, да. О! Тебе надо такое под жопу? Бусы вот эти? Не, не. Жопные бусы. Так кто-то тут уже это... Все подразорвал. О, нифига себе, ребят. Зацените, какой причин дал. Сыворотка-гель. Ну-ну, конечно. Сыворотка-гель под видом кое-чего. Это вот такой маркетинг, ребят, для женщин продают. Как бы, типа, да, это сыворотка, это гель, на самом деле. Ну, маркетологи там, видимо, озабоченные. Ну, или разработчики, кто эту тару придумал. Ну, это, конечно, гениально, ребят. Гениально. Гениально. Просто девушки это покупают не из-за сыворотки вовсе, а из-за приятной формы. А вот тоже бутылочка чего-то. Вообще, все на нерусском написано. Вот, сделаем для конкурентов вот такую вот заподлянку. Потекла сыворотка. Кормилица, крытая, комфортная. Фу, капец тут дохлятиной воняет, жесть. Опа. Что-то там есть как будто. А, нет. Макулатура. У меня... Ебать! Блядь! У меня... У меня макбук. Дима, аккуратнее, у меня мизинец поломанный. Да ну нахер. Это макбук. Это макбук огромный. Старый макбук огромный. А ну-ка. Надеюсь, что нет. Целенький. Целый хороший макбук про. Ребят, просто жесть. Чё там? А там ещё клава для него лежит сразу. От него походу? Да, может на нём клавиатура. О! Игровая новая. Клавиатура в коробке. Да, какая она? А, ну да, кстати. А-ля игровая. И новая сразу. Капец тут вынос с хаты. Смотри, там блок питания от макбука. Жесть, ребят. С американской раскладкой макбук про. С целым вроде бы экраном. Тупо макбук. Пытаюсь включить. Нифига. Чё-то нифига не хочет включаться. Он такой, видно, блин. Его кто-то раскручивал. Болтов здесь нихера нет. Здесь ножки нет. Он здоровый, капец. Поедем в гараж. Надеюсь, получится подобрать под него блок питания. Потому что у нас там всякие валялись в помойке. Он какой-то лёгкий. Какой-то лёгкий. Хлипенький какой-то. Он там всё тарахтит у него. Ну, тут болтов не хватает. Кто-то разбирал. Короче, посмотрим. Рабочий нет. Надеюсь, рабочий. Да это уже, ребят. Сейчас я скажу модель, какая у него. Модель А1297. Ребят, вот такие макбуки рабочие на Авито стоят. Вот столько. Если он рабочий будет, то мы его продадим. А на запчасти стоят они вот столько. То есть тут целая матрица. Если что, получится продать его на запчасти. Опа. Сумочка курьера? А, это спасатель. Нифига. Спасательный жилет, ребят. И смотрите, он весь в плесени. Кстати, чувак, это с утопленника могли снять. Ну, смешного мало. Ты видишь, он весь в плесени. Может, кто-то утонул там, да? Не дай бог. И сняли с утопленника. Он даже мокрый, смотри. Капец. Спасательный жилет первый раз в жизни нахожу, ребят. Ладно, выкинем. О, тип нормально припарковался. Может, это и выкинули на помойку эту тачку? Кия. Нормальная. Кио Рио. Пойдет мне по помойкам лазить. Так, ищем, короче, ключи от Киа Рио. Кормилица. Ой, вынос хаты. Сейчас проверим. Нифига себе, Клава какая старая. Еще одна. Нифига их там много. Доставай все. Выноси с админа, говоришь? Ой. Ребят, джиниус. Зацените, какое старье. Зацени вот это. В смысле, подожди. Она задом наперед. Прикинь, она... А, она как-то задом наперед сделана. Но это как-то прикол какой-то, походу. Это прикол какой-то, ребят. Ну, не должно быть так. Она задом наперед. Смотрите буквы. Вообще, она ставится вот ножки. Ну, а не работает подписано. Как тебе такой рейтинг? Капец. Нифига. Не работает. Ими кто-то пользуется? Не работает. Прикинь, ими пользовались, да. Хранили. Жесть. Тоже не работает. Вот это прикольное. Не работает. Ну, раз не работает, нахера не надо. Да, тут всякая... О, материнская плата, чувак. Вот там еще что-то. А у меня вот тут что-то лежит. Детская это... Лежанка, типа. От коляски. Штука эта. Что там, Дим, нашел чего? Дай посмотрю. Старая видеокарта, ребят, зацените. Это именно коллекционная. Это, думаешь, тоже видеокарта? Вот это. Ребят, что это такое? Дима говорит, что это эти. Дима говорит, что это коллекционное что-то. Жесть. Ребят, NVIDIA реально. NVIDIA RIVA TNT2. Офигеть. Видеокарта, жесть. Ага, прикольно. Видеокарта сразу и сюда можно звук подключить. Вот еще всякие штучки. Все, забираем все эти платы. Так, а это что у нас за материнка? Ну, так тут жопа лапкам на процессоре. И тут вырвано, капец. Специально над ней поиздевались, видимо, чтобы никому не досталось. Да, даже даром мне она даже рабочая не нужна была бы. Ну, заберем. Ее порвали. Ее кто-то разорвал, блин, вообще в хламину. Жесть, конкуренты, падлы. Тут вынос с хаты был. Какая-то сумка старая. Нифига себе. Какая-то супер старая. Чувак, вот эту сумку берем. Она очень старая. Цена 12 рублей 75 копеек. Смотри какая, да. Диплом выдан за хорошее поведение у врача. Капец тут дипломов. Не, ну, такие дипломы нам не нужны. Вот джинсы вроде. Да, джинсы на продажу возьмем. Корзинки вот. Кандибобер. Ну, че это? Ребят, гирлянда вся на изоленте. Жесть. Так она еще самодельная. Жесть. Так, ну вот этот свитер можно взять зеленый, прикольный. Ну, вот это не фигня какая-то. О, косметичка. Да взяли только технику, походу. О, альбом с фотографиями. Нифига себе, черно-белый еще. Блин, сколько. Оу, щит. Оу, какой свежачок. Дима. Дима. Так, ты не рви эту сумку. Нифига, это сейчас свежак выкинули. Это шторы? Пожди, там че-то еще есть. Постельная всякая. Че его выкинули? Проверяй все. Может, возьмем что-то ценное. Да это на продажу пойдет. Это что вообще? Штора или плед? Что это? Ну, да. Как прилавок точно пойдет. О, еще она вынесла. Давай, давай, давай. Давай, иди помогай. Скажи, мы помоечники. Ребят, тут столько выноса сейчас выносят на помоечку. Мы прямо-то успели свежачок урвать. АП Чехов книжка. Чехов. Избранное произведение о том 2. Опа, там закладочка с фоткой. Такие старые книги, старая книжка пойдет. Вот еще Пушкин. Ты все забрал? Ой-ой-ой, просто бомба, ребят. Вы на сходу. Да, берем Пушкина. Дом Калатушкина. Вот тут чего? Игрушечки. Так это советские, это дорогие. Советские, дорогие игрушки, ребят. Это все советские. Чувак, их прям так ложи. Они дорогие могут быть. Они дорогие, да. Это дорогие игрушки советские, ребят. Зацените, какой Дед Мороз. Покажи еще. Крокодил какой-то. Это коллекционное все. Да, обратно. Давай все завернем. И прям так с коробкой. Офигеть. Кто-то ж их хранил вот так вот, понимал, что они могут разбиться. А, это гирлянды тоже пойдет. Так, тут шматье. Ребят, 49-й год. 1949. Соникое состояние. Так это их два тома, да? Да, да. Это первый том. А, нет, это том 4, поэмы, ребят. Тоже 1900. Короче, две книжки 49-го года, Пушкин. О, лифчички. Ты видел ее лицо? Видел. Тогда нюхай эти бейсгальтеры и ее представляй. Дим, Дим, нюхай бейсгальтеры. Прошу, обязательно пойдем. Так, а у меня еще всякие полушубки, куртки. Да, короче, тут все, шматье одно. Ничего такого прям ценного, кроме елочных игрушек, нету. Ну, мы все заберем. Капец, блин, на одной помойке столько сумок с вещами. Нормально. Опа. Нифига себе там обуви. Нифига кроссовки, на, и кто поваляются. Походу моего размера. Рюкзаки какие-то. Метла. Ну, короче, лезть надо. С одной рукой, конечно, жопа. Неудобно, капец. Но скоро гипс уже снимут. Охереть, ребят. Тупо найки. Нифига себе. Там еще эти надписи вот тут двигаются. Так, размер. 44,5. Целый нормальный найк. Так, а второй тоже прошитые. Нифига себе, ребят. Походу, оригинальные. Nike Air Air Force 1. Ну, а стоят эти найки вот столько, ребят. И сейчас я их буду мерить, потому что помоечка обувает. А вот, кстати, мои старые найки Air Monarch. Оригинальные тоже с помойки. Так. Тут еще одна пара. Это вообще Джорданы. Смотрите, Джорданы, найк белые. Офигеть. Что за размер какой? 45. Тоже на меня пойдут. Вот тут еще какие-то. И еще Asics. Нифига себе. Смотрите, футбольные Asics. Asics Matflex стоит вот столько. Так, посмотрим. Какой размер-то? 45. Нифига, тут тупо три пары обуви. Я вот сейчас как раз найки меряю. Не, ребят, тупо мой размер. Они еще разношенные под меня. Очень удобные. И реально капец удобно. Оригинальные найки, ребят. Интересно, дорого стоят такие? Ну, вы уж посмотрели цену. Я пока не представляю, сколько они стоят. Но видно, что это Арик. Качество топ. Целые вообще, ребят. Тупо целые хорошие найки. Почему их выкинули, блин? Так, вот еще. Буду эти мерить. Капец, помойка обувает. Тоже мой размер. И тоже удобные. А вот и шнурки внутри лежат. Ребят, тупо две пары найков нарулил. Одни такие. Вторые вот такие. Вот эти вообще капец нравятся. Буду в них ходить. Ну, не по помойкам, а так гулять. Стильные, капец. Модные, молодежные. А в этих буду на выход ходить. Потому что они белые. Я вообще белую обувь не люблю. Но с помоечки за бесплатно вообще топчик. Так, обуваю свои старые монархи. Чтоб новую обувь с помоечки не запачкать. А, кстати, я же забыл. Надо еще вот эти померить. Кстати, внутри какой-то вентилятор. А это светильник вроде. Нифига себе. Целый комплект. Вентилятор, USB вентилятор и USB светильник. Померяем еще вот эти асиксы. А они футбольные вроде. Капец, помоечка, конечно, обула мощно. Тоже мой размер. Даже слегка маловато как будто. Прикольно. Вообще нормально. Три пары обуви тупо на меня. У ребятки помоечка обувает. Чуть-чуть бананчика вот в половинку. Сейчас кушаю. Ведерко нашел. Присел на него в ребятки. И буду кушать банан с кормилицы. В банане много всего там. Белка эти вот. Бубля. Он зелененький. Ммм, хрустит. Очень зеленый. Поэтому хрустит. Капец, он тупо хрустит, ребят. Как яблоко. Что за банан такой? Вы слышите, как хрустит? Он хрустевидный. Ааааа. Ммм. 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 Какой натуральный он. Ммм. Ну а тут подгнивший я не буду. Ребят, жесть. Вы посмотрите, как у Димы скутер забит. Здесь четыре сумки. И здесь две. Это капец. Это уже все. Надо двигаться в сторону гаража. Тем более, сейчас и я сюда залезу. Тебе надо что-то повместительнее уже приобретать. Что купишь? Есть что на примете? Не знаю, не знаю. Скутер может какой? А может автомобиль уже? Или телегу? Можно телегу сзади приварить, двухколесную. Дополнительный багажник сделать как бы. Ну ладно, поехали. А куда ты? Нам туда. Стой, что ты так... Нифига себе, ребят. Карандаш и точилка. Ребят, карандаш и точилка. Офигеть. Да я поверил сразу. Давай. А это не карандаш. Давай, зажимай. Крутится, точит, я думаю. Засовывай туда подальше. Во, во, во. А, не работает. Во, нифига, работает, ребят. Зацените. Теперь можно делать эту стрелу из арбалета самодельного стрелять. Опа. Намек на вынос хаты, ребятки. А, это строительный материал. А вот там чего? Кто полезет? А что там? О, пылесосик. А где насадки от него? Я вижу, провод медный. Вилка торчит у него. Ну а по-любому залазить, хотя бы провод вырвать. Давай ты. Так, а я вот тут гляну. Что тут у нас? О, апельсинки, витаминки. Обалдеть. Хорошие апельсины, не гнилые, а целые. А Дима уже рыбачит. Достает медный кабель из пылесоса. Насадок нет? Ну такие за тысячу рублей покупают. Насадок нет? Уже не важно. Вот такой медный кабель из пылика достали. И две апельсинки, которые я заберу, почищу и скушаю. Апельсинки, витаминки у ребятки с помоечки. Бомба. О, да тут третья еще. Три апельсинки, витаминки. Ммм. Три штучки, да. Опа. Сразу ботиночки. Такие более-менее. Они расклеенные. Опа. Толстовочка. Вон еще вещи. Спортивки вроде. Фу, ну я сюда не полезу. Давай ты. Вон штаны, Дим. А, нет, это подштанники. Опа. Мыльно-рыльное. Ну и вот тут вообще капля. Там джинсы, Дим. Вещички. Стамесочка. Ну нормально. Смотрите, ребят, штора. О, мужские шорты. А, драные. Что-то тут можно повыбирать, я думаю. Ливчички Дима собирает. О, телефон. Ребят. Пакет с техникой. Дима, там еще пакет. Вон, вынос с хаты. Сюда не лезь. У меня вынос с хаты. Все, иди там лутайся. Я там телефон уже увидел. Новая маска Тиньков, ребят. Стоп. Сразу в карман. Палочки. Смотри, какие всякие. Вот такие штучки праздничные. Очки, Дим, смотри. Опа, смотри. Плавательные очки. Кусочек. Там еще вынос. Так. Всякие тетрадки. О, вообще новая что ли. Ребят, ну почти, почти не писаная тетрадь. Это можно взять. Здесь деньги могли быть в такой открытке. Ребят, я вот тут телефон увидел. Так. О, блокнотик. Новый. Ну, конечно же, новый, ребятки. Берем. О, очки женские. Вообще, с биркой. Новый. Офигеть. Вумен. Солнцезащитные очки. Офигенно. Вынос вот там. Сумка из него торчала. Тут был пакет. Но лутай там, думаю, может есть продолжение. Колоночки, смотрите. Лентл. Какие-то вот на скотче одна колонка. Но ничего, может они рабочие. Пофиг. О, копилочка целая. Такая мышка. Заглушка там внутри болтается. Берем. Во, телефон. Смотри, какой битый. HTC. Древний, капец. Опа, здорово. Колготочки. Телефончики. Смотри. Товарный чек. О, духи Шанель. Да ну нахер, ребят. Оригинальные как будто. Шанель. Парфюмерная вода. Офигеть, ребят. Да ну нахер. Шанель Франция. Да это я своей жене подарю. Прикинь. Шанель. В коробке нафиг. Шанель. Офигеть. Новые. Ммм, ну пахнет так себе. Походу это шляпа. Подделка это. Дим, это подделка. Но все равно приятно, блин. Целые духи в коробке. Нормально. О, смотри. Этот. Это для воздуха. Освежитель воздуха. Прикинь, полный. О, и пшикает. Берем. Ребятки, мы в гараже подкинули ноутбук к блоку питания. Смотрите, индикация моргает. Ноутбук в целом целенький, хороший, но он дохлый. Смотрите. Он не запускается почему-то. Это очень грустно на самом деле. Самое главное, что матрица целая. Что с ним внутри не так, хз. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там внутри находится. Раскладка клавиатуры английская. Но это не проблема. Будет его на крайняк продать на запчасти. У него одна матрица 6 тысяч рублей стоит. А вот что там происходит с платой, сейчас будем разбирать и смотреть. Но макбук реально топовый, потому что это самая топовая находка среди ноутбуков на помойке. Такого мы не могли ожидать, что найдем такой топовый макбук про. У него еще диагональ 17 дюймов. Это самая большая диагональ. Дим, ищи отвертки маленькие. Сейчас будем раскручивать. Так его уже кто-то разбирал. Смотри, тут болтов не хватает. Ну, понятно. Во-первых, нет батареи. Скорее всего, из-за того, что ее нет, он и не запускается. Оперативка, кстати, стоит. О, нифига, даже две планки. Патриот. 4 гига в этой планке. И в этой тоже 4. Значит, в нем 8 гигов оперативы. Но нет аккумулятора. И, скорее всего, из-за того, что нет аккумулятора, он и не запускается. Придется нам где-то аккумулятор покупать, чтобы его проверить. Потому что он, скорее всего, из-за того, что нет аккумулятора и не запускается. Плата в целом в хорошем состоянии Никаких потеков я тут не вижу Значит его никакой водой не заливали Мы до этого макбук Какой мы макбук находили? Да, макбук air мы до этого находили Но он был залит пивом А этот вроде не залит, ничем не воняет Все нормально Короче, будем искать батарею, чтобы его проверить Ну а пока можем его оценить Примерно 8 тысяч рублей 6 тысяч рублей матрица А остальное это типа корпус и плата Там на запчасти А еще жесткого диска нет, видите, сняли с него Ну скорее всего он сдох Поэтому из него жесткий диск сняли Ну и батарею сняли, наверное, продали Короче, не знаю, будем проверять, смотреть Вот это вот хороший звук Мне нравится, приятный Приятный звук вот этот Шкребление Оооо, сюда Сюда, кольцевая лампа Ребят, вот оборудование Для блогеров так и находится У нас на помоечке Стойка целая А, сама лампа чуть-чуть Чуть-чуть удроченная Тут резьба слизалась Ну это постоянная проблема А, а Лампа на самом деле нормального качества Нет, это самая дешевая залупа Нет, это самая дешевая, которая выпирает Стоечку забираем И лампу И лампу бери Складывай ее Ее на скотч как-то можно Да эти стойки, они ценности особо не имеют Но в хозяйстве пригодятся эти стоечки всегда Особенно для нас Фен Ой, давно не было этого друга легендарного Давай, держу Так, че ты так дергаешь-то? Давай Да че ты делаешь-то? Вот Вот, все Зачем резко? На силой Силой его брать А, прикинь Он поломанный Вообще удроченный весь О, тут это беспроводная клавиатура Сюда А не залупа Ее же жопа О, вырвали Ну, кольцевой свет, ну че, классно Пригодится Это знаете, как в хозяйстве Все надо Особенно такие вещички Это для съемочки Вот это Дим, иди А, подскажите, он большой А, квадрат Да, я тут постою Он сам справится Ребятки, эта женщина Нам с балкона крикнула Говорит Хотите забрать телевизор? Типа, мы такие Да И вот сейчас нам отдаст телевизор Говорит, старый квадратный Наверное, на металл пойдет Или посмотрим, что за телек Мы его, наверное, распотрошим Прямо здесь, на металлолом Так, ну а пока Димы нет Пошел за телеком Я тут еще поруюсь О, да ладно Какой кабель Нифига себе, ребят Это топовый для компьютера кабель С такими штуками, блин Это вроде магнитные поля убирает Или что-то такое Офигеть Вот это неожиданно и приятно Дима тут что-то все пропустил Я даже с одной рукой И то находки могу находить О, да ну нахер Ебать Ребят, айфон Айфон 5s Айфон 5s Распотрошенный Сняли все с него Одна материнка осталась Да и батарея И так по мелочи Ну а что, прикольно, блин Вот это неожиданно Ха, пока Дима там ходит За телевизорами Я тут делаю находки Это же для электросамоката Ребят, для электросамоката Штекер Офигеть Вот это надо Заберу Что тут еще есть, блин Откуда это выкинули Может еще айфон Кое-нибудь тут найду Смотрите, тут, блин Непонятный Какой-то мусор странный Как будто из сервиса Но что-то больше запчастей нет О, да ну А тут что? Дима Прикинь, что ты тут Не залутал Вот и телевизор На у людей забирать Замбоящики Да, замбоящики На у людей забирать И на металл Давай его потроши Отставь его в штате Вот, мне нужен он Приставки протестить А, ну заберем-то Увезем Вот такой нам телевизор отдали Маленький Дима, у меня тут Вынос с хаты Прикинь Мощнейший Я айфон нашел Вот, распотрошенный 5С Смай, у него аккумулятор Уже может Да, убирай Так, что тут еще есть Вот тут что-то непонятное О, флешечка Флешечка 64 64 гига Это надо Вот тебе как раз Пригодится, блин Офигеть О, там этот От айфона Это лоток под сим-карту И кэшбэк И кэшбэк Айфон плавающий Кэшбэк в роли рубля Смотри, чуть скотча О, нихера Че это такое? Светильник какой-то Да Офигеть Рджи-бишный что ли? Походу Или обычный С этим блоком питания Нифига себе, блин Капец, мы могли это тупо не заметить и уехать Че у тебя? Щеточки Щеточки Они нужны, кстати Ну, оставь Это для фена, да? Фен починишь с помойки или что? Да, да Ну, вот этот светильник просто бомба Все, приедем, будем проверять Надеюсь, он рджи-бишный, а не обычный Ну, типа, просто светит желтым или белым Надеюсь, он Это как подсветка, надеюсь Или что? Ребят, мы хотели его увезти в гараж Вот често-сердечное вам признание даю Но, куда его тут засунуть? Места нет Тем более, мы вдвоем на скутере Поэтому Дима решил ему сделать обрезание О, источник меди А эту обводку вокруг кинескопа ты не снимешь Там отвертка нужна Она находится за болтом крепления Она тоненькая Все, ладно Помянем телевизор Ребят, я в гараже и подключил вот эту вот подсветку Или что это Трубу эту с лампочками Короче, видите, как она мерцает Это просто говно полное Еще это не RGB А, видите, цвета как бы поделены Шляпа, короче Светит говно Стробит Жесть Может, тут где-то что-то отходит Не знаю, в чем проблема, короче Вот поэтому ее и выкинули на помойку Зато посмотрите, какие подушечки Теперь у нас есть на диване Смотрите, как круто выглядит Дим, удобно сидеть? Да Вообще мягенько А ну дай-ка я проверю Ой, да Приятно Вот этого здесь и не хватало Ну, теперь в гараже стало комфортнее За счет помоечки Ну, а сейчас, ребятушечки Мы будем стелить на пол ковер с помоечки Сразу наступил и сразу затоптал Я же тебе врет Ковер мы его угандошим Очень быстро Помоечка все равно дарит Небольшой уют в гаражике А, я думал компьютер Я издалека эту шляпу увидел О! Блин, я думал целый О, я ощущаю корни И ощущаю лявли Моя помойка здесь И я ее встаиваю Карманы я в джинсах проверю Да, это топовый на продажу Что там? Иди нахуй Пошел нахуй Ага, блядь Иди нахуй Держи Кофеварочка Так тебя никто не покупает Вот это интим Бери Вот это интим Вот интим Бери Оу, ес Оу, ноу Не ес тут, блядь Залупа О, капец Сколько снарядов Лежит Тут взрывоопасная помойка Ребят, это вообще смерть Что, не хочешь туда что-то закинуть? Ребят, эта помойка может взлететь на воздух Она заминирована Такие мощные снаряды, капец Видели же, да, как я и взрывал такие кегли Это очень опасная тема Кассеты Шири Нет пути назад Сутенер По неволе Война Капец, она мокрая, кстати Матрикс Битва За завтра Начинается сегодня Ха Сейчас я это Диме передам О, на, это зимняя шапка Никто не купит сейчас зимний Шарф Дим Битва За завтра Начинается сегодня Понял?